100% жилого фонда города Нарьинмара подключено к системе отопления. Отопительный сезон начался и во всех социально значимых учреждениях столицы. Об этом сообщила директор предприятий объединенных котельных и тепловых сетей Наталья Бетхер на расширенной планерке при губернаторе Ниньского округа. Кроме того, в рамках совещания обсудили подготовку к предстоящим выборам, реализацию проекта «Высокий возраст» и другие вопросы. Надежда Литкова с подробностями. В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации, отопительный период начинается, если на протяжении пяти дней подряд среднесуточная температура наружного воздуха составляет ниже 8 градусов по Цельсию. В Нарьинмаре подключены к системе отопления все социально значимые учреждения. Учреждения дополнительного образования и спортивные объекты 100%, объекты органов власти, здравоохранения, социально значимые организации также все подключены. Не подключены 73 объекта и организации, 5 в связи с ремонтом. Отсутствует заявка на подключение 68 объектов. Из них организации 24, магазины 18, гаражи складских и производственные помещения 26. Обсудили на совещании при главе региона и подготовку к выборам, которые состоятся уже 18 сентября. По сообщению руководителя Департамента региональной политики, проводятся последние подготовительные мероприятия к единому дню голосования. Необходимая документация для проведения выборов завезена. На сегодняшний день досрочно проголосовало 767 человек. Выдано 54 отрепительных удостоверения. Нарушений с точки зрения проведения избирательной кампании в сегодняшний день нет. Глава региона поручил проработать возможность досрочного голосования для жителей деревни Киа. Там проживают 58 человек, из них 36 голосующих. Глава муниципального образования Шоенский сельсовет сообщил о сложных погодных условиях и трудностях доставки членов избирательной комиссии. Руководитель акционерного общества «Мясопродукты» осведомил о реализации социального проекта «Высокий возраст», запущенного 1 августа в сети магазинов предприятия. Напомню, специальные карты позволяют пенсионерам старше 65 лет приобретать продуктовые наборы со скидкой. На сегодня в округе проживают около полутора тысяч пенсионеров старше 65 лет. С начала действия программы принято 1081 заявление, выдано 116 карт. Мы объясняем причины сюжета «Высокий возраст». Если нет возможности подойти, значит мы работу наладим, чтобы на дому выдать. Проведем мониторинг по 12 числа цен по всей группе товаров, которые по данной программе. Цены со скидкой являются ниже, чем в магазинах города, в наших магазинах общества. Также на предприятии проводится работа по уточнению объемов поставки мяса оленя на 2016-2017 год для планирования проведения убойной кампании. К работе подготовлены убойные пункты, привезено дизельное топливо и проведена замена оборудования.